Сегодня в программе. Папа Франциск присоединился к молитве за мир, проходящей в Колизее. Церковь призывает всех католиков участвовать в синодальном путешествии. Святейший Отец комментирует новый доклад о насилии над детьми во Франции. Все это гораздо больше в Ромрепортс для России. Папа Франциск присоединился к собравшимся лидерам мировых религий в Колизее в Риме на 35-й ежегодной молитве о мире, организованной общиной Святого Егидия. Среди присутствующих были Вселенский Патриарх Варфоломей и Верховный Патриарх и католика с всех армян Горгин II. В мероприятии также приняли участие политические лидеры, в том числе премьер-министр Италии Марио Драги и действующий канцлер Германии Ангелы Меркель. Христианские лидеры собрались на молебен, прося Бога о мире и братстве. Мы молим о даре мира, который исходит от Бога, да будут преодолены все формы ненависти и насилия. После молитвы Святейший Отец и сопровождающие его присоединились к остальным, собравшимся недалеко от Колизее. Среди присутствующих был великий имам Алясхара Ахмед Аль-Таеб, сидевший рядом с папой. Когда подошла его очередь выступать, папа Франциск призвал религиозных лидеров активно содействовать миру в своих религиозных общинах. Он подтвердил необходимость демилитаризации человеческого сердца и прекращение обращения к войне для решения проблем. Меньше оружия и больше еды. Меньше лицемерия и больше прозрачности. Пусть больше вакцин распределяется справедливо и меньше оружия продается без разбора. Затем призыв к миру зачитала Сабира Ахмади, афганская женщина, недавно уехавшая из своей страны. Будущее не принадлежит тем, кто расточает и эксплуатирует, тем, кто живет для себя и игнорирует других. Будущее принадлежит людям, живущим солидарно. Затем группа детей вышла на сцену, чтобы забрать копии призыва к миру из рук религиозных лидеров. Этот жест является напоминанием о том, что от насилия чаще всего страдают дети. Патриарх Варфоломей дал последнее благословение, и церемония завершилась, когда лидеры мировых религий обменялись приветствием мира. Во время своего визита в Ватикан митрополит Иларион Алфеев рассказал о будущей встрече Святейшего Отца с главой Русской Православной Церкви. Даты и места их встречи пока не объявлены. Митрополит Иларион преподнес папе подарок со смыслом. Это книга «Молитва дыхания новой жизни». Патриарх Московской жизни написал предисловие к ней, в котором говорит, что церковь едина и призывает католиков и православных христиан жить по-братски, несмотря на разногласия между ними. Еще Иоанн Павел II пытался организовать встречу с патриархом Московским, но Священный Синод Русской Православной Церкви не позволил этого, поскольку обвинил католическую церковь в празелитизме на Украине. Русская Православная Церковь – самая большая из православных церквей. Она состоит из 200 миллионов верующих. Много лет назад Русская Православная Церковь отделилась от Селенского Патриархата Константинополя, считающегося духовным центром всех православных христиан. Первая в истории встреча Папы с Патриархом Московским состоялась на Кубе пять лет назад. Мы братья. У нас одно и то же крещение. Мы епископы. Митрополит Иларион говорит, что следующая встреча двух лидеров состоится не в России и не в Риме, и что о ней будет объявлено за неделю, чтобы избежать каких-либо препятствий. Папа и православный патриарх Московский разделяют заботу о преследуемых христианах и окружающей среде. Встреча между ними могла бы помочь им найти еще больше точек соприкосновения. Папа встретился с архиепископом Контерберийским, главным лидером Англиканской церкви. В своем твиттере архиепископ Джастин Уэлби поделился содержанием их разговора. Он назвал Папу братом и сказал, что они молились о насущной необходимости мира между людьми на нашей планете. Встреча началась вот так. Их встреча была сердечной, о чем свидетельствует обмен подарками. Папа Франциск передал архиепископу Контерберийскому книгу о его молитвах во время пандемии на пустой площади Святого Петра. Архиепископ предложил папе 20 полных курсов пчеловодства для нуждающихся женщин. Архиепископ Уэлби поддерживает компанию под названием «Пчелы за рубежом», в рамках которой женщины из Ганы, Кении, Нигерии, Танзании и Уганды получают профессию. Это была седьмая встреча Папы Франциска с архиепископом Контерберийским Джастином Уэлби в Ватикане. Отряд швейцарских гвардейцев сопровождал канцлера Германии Ангелу Меркель в частный зал аудиенции Папы Франциска для ее прощального визита, прежде чем она уйдет со своего поста. Это была седьмая встреча канцлера и святейшего отца в Ватикане. Они обсудили Европейский Союз, биоразнообразие и глобальные конфликты и злоупотребление в церкви. После беседы канцлер Меркель подарила Папе Франциску ряд книг. Одна из них представляла собой собрание комментариев к воскресным чтениям Евангелия за год, состоящее из трех томов. Другой была книга Микеланджело, написанная искусствоведом Хорстом Бердикампом, который присутствовал на встрече с Папой в качестве почетного гостя канцлера Меркель. Внутри содержится результат 50 лет моих научных изысканий на тему Ватикана. Святейший отец подарил канцлеру небольшую бронзовую копию святых врат, а также собрание важных текстов своего понтификата. Это была прощальная встреча, завершившаяся подходящей фразой. До скорой встречи! Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси встретилась с Папой Франциском на частной аудиенции в Ватикане. В качестве подарка Папе Франциску она преподнесла декоративную керамическую чашу с личной надписью. Взамен Папа подарил ей деревянную мозаику, на которой изображены крестьяне, ухаживающие за землей. Папа также передал им послание мира и вскоре рассмеялся. Затем спикер Пелоси встретилась с государственным секретарем Ватикана кардиналом Пьетру Парулином и министром иностранных дел архиепископом Полем Галлахером. Она является третьим высокопоставленным должностным лицом США, встретившимся с Папой Франциском после того, как госсекретарь Энтони Блинкен и специальный посол по вопросам климата Джон Керри по отдельности посетили Ватикан. Пелоси находилась в Риме на встрече лидеров парламентов перед саммитом по климату, который состоится в Глазго. В своем аккаунте в Твиттере она сказала, что ее аудиенция у Папы Франциско была духовной, личной и официальной честью и высоко оценила работу Святейшего Отца по борьбе с изменением климата и помощи беженцам. После первой мессы Синода Папа Франциско приветствовал сестру Глорию Сесилию Нарвайас. Эта колумбийская монахиня была освобождена после 4 лет и 8 месяцев нахождения в заложниках у группы джихадистов в Мали. Монахиню похитили в 2017 году, примерно в 300 километрах от столицы страны Бамако, когда она работала в приюте. Сестра Глория была освобождена 9 октября. Спасибо властям Мали, президенту, всем властям Мали за ваши усилия по моему освобождению. Да благословит вас Бог. Да благословит Бог Мали. Вице-президент Колумбии Марта Люсия Рамирис в своем Твиттере подчеркнула роль президентов Мали, Сенегала и Ганы, а также министров Франции в обеспечении свободы монахини. Монахиня также поблагодарила посла Колумбии при Святом Престоле за его усилия. Благодарю вас от всего сердца, господин посол. Спасибо за все, что вы для меня сделали, за все, что сделала Колумбия. Да благословит вас Бог. Слава Богу, я свободна. В 2017 году сестра Глория Нарваяс появилась на видео о распространенном Аль-Каиде вместе с пятью другими похищенными иностранцами. Их освобождение было результатом совместных международных усилий. Некоторые из официальных лиц сотрудничали с организациями спецназа из Франции, Испании и Африки, чтобы обезопасить неприкосновенность своих граждан. Монахиня сейчас в целости и сохранности в Риме, а прихожане в родной Колумбии ждут ее возвращения. Они отпраздновали ее свободу Мессы, которую транслировали в прямом эфире на Facebook. Существует кукла Барби, созданная по образу канцлера Германии Ангелы Меркель. Кукла была частью серии, посвященной 50-летию игрушки в 2009 году. Кукла Барби Меркель была представлена на 60-й международной ярмарке игрушек в Нюрнберге, Германия. Смотрите далее. Папа Франциск провел встречу с политиками, готовящимися к конференции ООН по изменению климата. Вы смотрите Ром Репортс для России. Папа Франциск провел несколько минут в размышлении перед официальным открытием первой фазы Синода Епископов. Святейший Отец сказал, что у Синода есть три основных элемента – общение, участие и миссия. Слова «поощрение» и «миссия» рискуют остаться несколько абстрактными, если мы не развиваем церковную практику, которая выражает конкретность синодальности на каждом этапе нашего пути и деятельности, поощряя реальное участие каждого человека. Именно для того, чтобы дать голос всем католикам, Синод впервые начнется на епархиальном уровне. Потребности поместных церквей будут представлены Папе на заключительном собрании Синода в 2023 году. Папа Франциск также говорил о рисках, с которыми сталкивается Синод – падении доформализма, интеллектуализма или самоуспокоенности. Мы всегда так поступали. Лучше ничего не менять. Тот, кто так думает, возможно, даже не осознавая этого, совершает ошибку, не принимая всерьез время, в котором мы живем. В конце концов, опасность заключается в применении старых решений к новым проблемам. Изменения в церкви были общей темой на этом собрании духовенства верующих эмирян. Богослов Кристина Санс объяснила, что верность церкви иногда требует перемен. Хорошо и здорово исправлять свои ошибки, просить прощения за совершенные ошибки и учиться быть смиренным. Конечно, мы будем испытывать моменты боли, но боль – это часть любви, и мы чувствуем боль за церковь, потому что любим ее. Кардинал Марио Греч призвал всех католиков принять участие в синодальном путешествии, особенно тех, кто сомневается в этом процессе. Не бойтесь поделиться с нами своими опасениями. Мы, секретариат Синода, также работаем здесь, чтобы выслушать наши сомнения и опасения. Они могут очень пригодиться для этого синодального процесса. Святейший Отец объяснил, что необязательно создавать новую церковь, можно просто обновить церковь. Первый этап Синода по синодальности начался с этой мессы в базилике Святого Петра, где Папа предложил способы начать локальную фазу Синода, которая будет проходить в каждой католической епархии по всему миру. Это самая амбициозная мера в истории церковных синодов, поскольку фаза консультаций начнётся не в Ватикане, а в епархиях с целью включения голосов большего числа католиков, чем в любом другом синоде в истории. Папа попросил католиков обратиться к Иисусу, который выходил встречать людей там, где они были, и внимательно прислушивался к их потребностям. Это медленное и, возможно, утомительное упражнение научиться слушать друг друга. Синод – это уникальный случай, чтобы практиковать искусство встречи лицом к лицу с другими. Папскую мессу посетили около трёх тысяч человек, в том числе жители Рима и члены Курии. Это была также последняя месса с отцом Гвиду Марини в роли церемонемейстера, перед тем, как он приступит к своей новой роли епископа Тартоне, недалеко от его родной Генуи. В конце мессы святейший отец благословил сестру Глорию Сесилию Нарвайс, колумбийскую монахиню, которую недавно освободили из плена в Мали. Папа встретился с политиками из разных стран, которые находились в Риме для подготовки к предстоящей конференции по изменению климата в Глазго. Присутствовали спикер Палаты представителей США Нэнти Пелоси и президент Палаты депутатов Италии Руберто Фико. Это очень интересно для всех нас, представителей парламентов из более чем 70 стран, видеть и слушать вас сегодня. Папа Франциск сказал, что преодоление климатического кризиса требует изменения отношения к природе, начиная с мировых лидеров. Это сложный и трудный вызов, но у человечества есть средства, чтобы осуществить это изменение, которое требует подлинного обращения и твердой решимости противостоять ему. Это особенно важно для тех, кто призван на ответственные должности в различных слоях общества. Он также призвал страны к большей солидарности в поиске современного решения проблемы изменения климата. Мы сталкиваемся с серьезной образовательной проблемой, поскольку любые изменения, направленные на развитие новой универсальной солидарности и более гостеприимного общества. Папа не поедет в Глазгу, но он активно продвигает предстоящую климатическую конференцию, которая начнется 31 октября, и просит участников достичь конкретных и амбициозных соглашений. Стало известно, что Святейший Отец не поедет в Глазгу для участия в конференции по предотвращению изменения климата. Хотя Ватикан и не объявлял о том, что Святейший Отец поедет, сам Папа Франциск сказал в интервью испанской радиостанции Копе, что он примет участие. Он сказал дословно, «Теоретически я должен поехать, все зависит от того, как я себя буду чувствовать, но на самом деле моя речь уже готовится, и пока я планирую там быть». Он сказал то же самое специальному посланнику президента США по вопросам климата Джону Керри, когда они встречались 15 мая. График Папы будет плотным во время конференции в Глазго. Он встретится с главами государств, которые находятся в Риме. На встрече Большой двадцатки. Папа Франциск подталкивает мировых лидеров к принятию смелых решений в Глазго. Вот почему он пригласил политических и религиозных лидеров собраться в Ватикане. Тем не менее, Ватикан объявил, что кардинал Петро Паралин, государственный секретарь Ватикана, возглавит делегацию Святого Престола в Глазго, что означает, что Папа Франциск не поедет. Какому животному не нужно пить воду, чтобы выжить? А. Верблюд. Б. Кенгуровая крыса. В. Пустынная черепаха. Выберите правильный ответ. Вы смотрите Рум Репортс. Я Россия. Какому животному не нужно пить воду, чтобы выжить? А. Верблюд. Б. Кенгуровая крыса. В. Пустынная черепаха. Правильный ответ. Б. Кенгуровые крысы получают большую часть необходимой им воды из семян, которые они едят. Вы смотрите Рум Репортс. Для России. Это момент, когда независимый комитет представил президенту конференции французских епископов запрошенный ими доклад о случаях злоупотреблений в стране. Документ говорит о том, что с 1950 года из 115 тысяч священников и монахов, живших во Франции, от 2900 до 3200 из них совершили акты разного рода насилия над 216 тысячами несовершеннолетних. Это отчет за последние 70 лет, и цифры в нем увеличились бы до 330 тысяч пострадавших, если бы отчет включал мирян, которые работали в церковных учреждениях. Все католики шокированы, потому что это чрезвычайно большое количество случаев. Мы сделаем все возможное для будущего, но мы должны пролить свет на прошлое церкви. В отчете также говорится, что до 2000 года церковь демонстрировала жестокое безразличие к жертвам. Вот почему архиепископ Эрик де Мулин-Бафор, президент конференции французских епископов, попросил у всех пострадавших прощения, сказав, что ему стыдно и что он примет меры, чтобы отреагировать на эти случаи насилия. Эту реакцию разделяют все епископы, которые попросили время, чтобы разобраться в трагедии. Во-первых, я уверяю вас, что мы думаем о жертвах. Мы пока не понимаем, как и почему все это происходит, но мы можем быстро оценить текущие инциденты. Епископы поделились со святейшим отцом некоторыми деталями из отчета во время их недавней встречи от Лимена. Отчет включает 45 рекомендаций, позволяющих церкви признать страдания жертв и способствовать своевременному сообщению о случаях жестокого обращения. Хотя в настоящее время правовая система рассматривает все злоупотребления, епископы также ищут справедливости для пострадавших. Во время своей общей аудиенции Папа Франциск прокомментировал шокирующий отчет о сексуальном насилии, совершенном католическим духовенством во Франции за последние 70 лет. Я хотел бы выразить жертву мою печаль и боль из-за полученной травмы, а также мой стыд, наш стыд, мой стыд из-за неспособности церкви слишком долго делать их своей главной заботой. Уверяю вас в своих молитвах. Папа не только просил прощения у жертв, но и просил помолиться в этой ситуации, которую он назвал моментом стыда, и просил всех сотрудничать, чтобы такая трагедия никогда больше не повторилась. Я выражаю священникам Франции мою близость и отцовскую поддержку перед этим трудным, но здоровым испытанием. Я приглашаю французских католиков взять на себя ответственность за то, чтобы церковь могла быть безопасным домом для всех. Спасибо. В отчете также говорится, что до 2000 года церковь во Франции демонстрировала жестокое безразличие к жертвам. Папа обратился к жертвам жестокого обращения и поблагодарил их за то, что у них хватило мужества осудить своих обидчиков. У Папы Франциско новый церемонимейстер. Это отец Диего Равелли, который участвует в официальных церемониях Папы с 2006 года. Отец Равелли ранее был высокопоставленным чиновником в офисе папской благотворительности, где он начал работать в 1998 году. Основная работа папской благотворительной организации заключается в выполнении благотворительных работ от имени Святейшего Отца. Каждый день в наш офис приходят письма от отдельных лиц и семей, адресованные непосредственно Папе Римскому. Эти письма открывают сердца людей, а эти люди просят Папу о помощи. Он заменит на этом посту отца Гвида Марини, который координировал свою последнюю мессу в качестве ведущего церемонии воскресения при открытии Синода. Отец Гвида Марини возьмет на себя новую роль епископа Тартоне, недалеко от своей родной Генуи. Отец Марини координировал папские литургии с 2017 года, когда Папа Бенедикт XVI назначил его церемонимейстером. Он является одним из ведущих знатоков церковной литургии. Одним из самых ярких моментов его пребывания на посту церемонимейстера была его быстрая реакция на грозу, обрушившуюся на Мадрид во время Всемирного дня молодежи в 2011 году, а также конклав, на котором был избран Папа Франциск. Теперь эту фразу, ограничивающую доступ в конклав, участвующим кардиналом произнесет отец Диего Равелли. Диего Равелли Это песня следующей Всемирной встречи семей. Она пройдет в Риме с 22 по 26 июня. Песня называется «Мы верим в любовь». Хор звучит на английском языке, но остальная часть песни представляет собой комбинацию из девяти языков, включая китайский и суахили. Организаторы Всемирного собрания семей надеются, что песня поможет участникам почувствовать единство и празднование. Я помню важность придания ценностей теме встречи, семейная любовь, призвание и путь святости и выбранным символом молитве логотипу гимну. Тексты и музыку можно скачать с официального сайта Всемирной встречи семей. Композитор Марко Фризина, который также написал гимн «Иисус Христос, ты моя жизнь» ко Всемирному дню молодежи в 2000 году. Он является одним из самых плодовитых композиторов современной христианской музыки. Субтитры создавал DimaTorzok